Продолжение следует... Я не помню, как точно она появилась. Знаю, что кто-то из болельщиков связался с Димой Головиным где-то в социальных сетях или где-то там в Твиттере. Башка же там хорошо работает. Помню его вконтакте, мне написал Илья Ганюшин. Некоторые его знают, под них наимен позор. Все началось с футбольного клуба Нижнего Новгорода. У них была такая перекличка. Скинул видео, как один футбольный клуб так же делает. Я сказал ребятам из команды, что есть такое предложение. Они поддержали его, говорят, это не идея, как бы первые начни. Один подошел к нашему сектору и зарядил вперед за Нижнего. Один. Ты сам? Да, сам подошел. Мы были в шоке все. Мы первые начни, но мы сзади подключимся. И мы попробовали после какой-то нашей победы, и это стало получаться. С каждой победой все больше и больше, вся команда потом потянулась. Все больше и больше людей стали выходить на паркет, когда мы выигрываем. Тоже хотят поучаствовать в нашей перекличке с болельщиками. Вперед за Нижний. Вперед за Нижний. Вперед за Нижний. Да, это хорошо. Помню момент, когда немного запутался, ну вообще, сколько раз мы кричим, сколько раз они кричат, и когда это как бы останавливается. Кстати, почему мы делаем на одну сторону, но как бы вставать и кричать одному человеку в другую сторону показалось мне более неправильным, чем всем кричать в одну сторону. Ну, не знаю, может как-то в круг вставать. Да. Может билеты сделать подешевле, туда, куда мы не кричим. Я думаю, они не обижаются, что перекличка идет именно с тем сектором, потому что мы благодарны абсолютно каждому болельщику, кто приходит, и аплодируем всем за то, что они до конца, и всегда с командой, и тем более в хорошие, и в трудные моменты. Вот так. Положите, болейте за свой клуб, за правильный баскетбол. Всем мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok